3 апреля постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению собралась вне очереди и рассмотрела письмо, которое пришло 29 марта в Соликамскую городскую думу от депутатов Соликамского района. В котором содержится инициатива сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района на преобразование путем объединения с Соликамским городским округом, выраженная населением на публичных слушаниях и представленная в решениях Советов депутатов поселений Иземского собрания Соликамского муниципального района. Чтобы взять эту инициативу в работу, соликамские депутаты через 5 минут собрались уже на внеочередное заседание думы. Ведь вопрос слияния серьезный. И чтобы соблюсти все полагающиеся законные процедуры, его нужно рассматривать на публичных слушаниях. За их назначение депутатам и предстояло проголосовать. Но перед этим к ним обратился важный чиновник из краевого правительства. У нас уже есть история в Пемском крае, где у нас первопроходцы – это Губахинский городской округ, Лысинский городской округ, которые 5 лет назад были первопроходцами и объединились в городские округа. Речь Романа Кокшарова длилась более получаса. Он озвучил перспективы, которые откроются перед новой административной единицей, если слияние произойдет. Также он предвосхитил вопросы некоторых парламентариев и рассказал, что объединительные процессы приветствуются краевыми властями. Однозначно эту тенденцию поддерживаем на краевом уровне и морально, и материально. И в том числе и губернатор эту позицию поддерживает. Потому что очень многие территории уже это сделали. В итоге депутаты проголосовали единогласно. Вопрос объединения берется в работу с Оликамской думой. Первый шаг сделан – публичным слушанием быть. А пока мы спросили, что о возможном объединении думают простые соликамцы. Положительно. Я считаю, что район должен присоединиться к основному соликамску. Я так считаю. Потому что ну как без города, деревни прожить и как городу без деревни прожить. Я считаю, что это положительно. Ну на самом деле покажет только жизнь. Во всем есть свои плюсы и минусы. Во всем есть плюсы и минусы. Я даже не могу однозначно сказать. Но я думаю, что как бы это очень сложный процесс. За. Вы какие-то плюсы в этом видите? Ну не знаю. Думаю, что одно должно быть. Единое. Мне кажется, лучше будет. Потому что администрация одна будет, во-первых. Управление будет проще. Кстати, народные избранники готовы напрямую выслушать вопросы, мнения и предложения от горожан. Каждый житель может прийти со своими предложениями в аппарат соликамской городской думы. Изложить их в письменной форме. И после окончания сроков публичных слушаний комиссия по местному самоуправлению, регламенту депутатской этики рассмотрит все эти предложения, все эти вопросы. Ну и затем будут назначены публичные слушания уже, я думаю, что здесь в администрации. Будем собираться и еще в открытой форме обсуждать этот вопрос. И только после этого вопрос объединяться или не объединяться с районом будет вынесен на плановое заседание городской думы и окончательное решение будет за народными избранниками соликамска. Как они проголосуют, мы обязательно расскажем. А сейчас жителям города, имеющим вопросы и предложения по слиянию города и района, показываем на экране, куда их нести до 13 апреля. Аппарат соликамской думы находится в администрации города. Звоните для уточнения по телефону 7 10 31 или 7 08 81 или пишите свои вопросы на электронную почту солгордума собака solcam.ru. Заявки на участие в публичных слушаниях можно подать также в аппарат думы. Дата их проведения уже известна – 16 апреля. Наша съемочная группа там тоже будет присутствовать. Антон Старости, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.